друзья как вы думаете сколько лет вот этому телефону 40 50 может быть 60 с виду явно что туда историческая форма у него такая вот винтажная сто процентов какой-то ретро но я изначально тоже думал что это по-любому что-то советское пока с обратной стороны не заметил вот такую вот наклеечку на которой написано дата изготовления 2005 год у меня в 2004 году уже был телефон сименса 60 цветным экранами доступом в интернет параллельно со всем этим где-то продолжали выпускать еще вот таких вот динозавров всем привет друзья вы на канале пластилин сегодня у нас намечается медная лихорадка как обычно наливайте американо капучино несквик ставьте лайк этому видео всем приятного просмотра стартуем короче говоря вчера я был на другом конце города решал очень важные вопросы ну и как обычно чтобы не возвращаться домой с пустыми руками насобирал вот такой вот хламец вот этот телефончик всякие алюминиевые баночки и железки вот такие алюминиевые проволочки вот такой еще ремень женский попался цинковый но это как бы все мелочь сейчас я вам покажу кое-что другое вот такая непонятная но огромная штуковина кстати лежала в родной упаковке со всякими документами но я это дело оставил сити хантером который занимается макулатурой там все равно все надписи были на американском я его как бы не особо понимаю называется это устройство спрут с его же pumping station pumping station 600 ватт вес 72 килограмма сейчас проверим еще не начал ничего разбирать а меня уже обманули на ровном месте не 72 килограмма а 7005 лично я такого еще никогда не встречал но мне кажется что это какой-то насос который гоняет по трубам как бы это деликатно сказать нечистоты зато я немножко аж проехать дочь по-немецки вот написано нюрфюр кеннен кайне фокалин он туалет папер вот это точно фекалия вот это туалетная бумага по-любому что-то связано с канализацией и нечистотами вот эта крышечка снимается внутри все выглядит не особо привлекательно но самое главное ничего не воняет как говорил один классик деньги не пахнут ну все начинаем раскладывать на там и молекулы этот фокалин pumping station ох ничего себе так здесь еще есть даже вот такие мозги и радиодетальки это релешка похоже вот что-то еще контакты латунь медные проводки уже неплохо а под вот этой крышкой у нас как раз по идее и спрятан 600 ватный движок да все на месте вот он вот такое вот устройство одна половина предназначена для всяких нечистот а во второй стоит движок вот такой вот крупненький магниту не прилипает в алюминиевом корпусе вот этот хомутик сделан из нержавейки можно сказать вечный пригодится по хозяйству их в этом насосе будет еще несколько также винтики магнитится но не все только два железных это тоже какая-то нержавейка отлично вот такая вот начинка все сделано качественно аккуратно скорее всего этот pumping station стоил целую кучу денег на насосе никаких маркировок я не вижу какой-то ноу-нейм наверное многие сейчас скажут все это дело можно было как-то отремонтировать но у нас видео немножко на другую тему кто-то технику разбирает но кому-то нужно ее и утилизировать это тоже как-никак работа все винтики как винтики под фигурную отвертку один упихнули вот такой вот противоугонный специально для того чтобы никто этот насос не разбирал по-любому сделан в европе все-таки открутил вот такой пластмасс лопасти пока что держится наверное надо вот этой стороны еще открутить вот так вот откручивается проводок с конденсатором он у нас сделан 2015 году алюминиевый корпус этого движка держится на четырех вот таких вот винтиках из нержавейки открутить удалось только один остальные вообще не хотят выкручиваться запшикал в дешкой она пока не помогает нужно или пилить или разбивать ну вроде бы все готово друзья ну вот это уже настоящая медная лихорадка все такое красивое блестящее новенькое здесь у нас алюминий который запрессован железо а на этой половинке красное золото пришлось вот этой крышки делать еще надрез болгаркой так как статор был запрессован намертво вообще не доставался вот так вот все выглядит тяжеленький вообще медь отсюда можно достать и вручную понемножку не спеша выпутать но это сильно долго буду сегодня обрезать все болгаркой вот так вот примерно вот так вот все выглядит теперь нужно все вот эту медь повыстукивать с этих пластинок берем маленькое зубило молоточек и вот так вот понемножку выбиваем проводки точнее проволочинки проще всего конечно взять вот этот статор и обжечь его на костре но тогда медь будет не такая блестящая и привлекательная друзья прошло буквально пару минут и мы имеем вот такие вот три пучка меди вот такое вот красное золото разобрал контакты которые находились вот здесь вот и они к сожалению медные но сами подложки конечно латунные теперь интересно узнать что находится вот этом черном ящике что-то тяжелое но я так и думал что здесь у нас прячется обычный трансформатор правда он был залит полностью пластмассом разобрал плюс еще несколько грамм меди отправляется в копилочку ну и вот такое вот трансформаторное железо кстати в кнопочке которая включала этот пампинг стейшн контакты оказались серебряные вот такое количество мусора у нас сегодня получилось друзья насосная станция для откачивания нечистот под названием спрут 2015 года выпуска полностью разобрана вот что удалось из нее раздобыть вот это у нас все обычное железо алюминий вот такая нержавейка винтики и хомуты здесь у нас латунь и по моему 4 серебряных контакта вот такая вот чистая медь вот такие вот медные проводки которые еще нужно обжигать ну и всякие ненужные современные радиодетали в этой штуковине тоже есть немного алюминия такой алюминий я когда-то даже пытался добывать нагревал все на костре потом разбивал кувалдой но это все сложно и финансово вообще не оправданно лучше такое сразу забрасывать в чермет ну и давайте посмотрим что у нас сегодня получилось по цветным металлам обычно железо и нержавейка меня пока что не особо интересует алюминий пол килограмма даже чуть больше 555 грамм латуни в этом насосе вообще мало 8 грамм но зато в этой латуни есть немножко сильвера ну и конечно же то ради чего все мы здесь сегодня собрались красное золото 752 грамма как по мне результат отличный деньги они реально не пахнут друзья вот такие вот медные нечистоты или нечистотные меди у нас сегодня получились как обычно всем спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии встретимся в следующем видео спасибо за просмотр 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 спасибо за просмотр